Уважаемые коллеги, тема функциональной метральной регургитации показалась мне особенно интересной, актуальной. Одну из, наверное, самых интересных, которую я встречала в отношении сердечной недостаточности за последнее время. Этой теме стало уделяться достаточно большое внимание с тех пор, как мы научились лечить сердечную недостаточность, научились предотвращать частые декомпенсации, в большинстве случаев научились. И все это имеет отношение, конечно, главным образом к сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса левого желудочка. Но, конечно, зачастую мы сталкиваемся и с неудачами лечения, и далеко не всегда эти неудачи связаны с некомплоентностью больных или с прогрессированием заболевания. Выяснилось, что есть факторы, которые зачастую мы не учитываем в ведении таких пациентов. И одним из таких факторов является метральная регургитация, проблема которой оказалась гораздо более сложной, чем это могло показаться изначально. Считается, что около трети пациентов с хронической сердечной недостаточностью имеет клинически значимую метральную или так называемую функциональную метральную регургитацию. Что такое функциональная? Или иногда мы ее еще называем вторичная метральная регургитация? Это регургитация, когда нет первичного повреждения створок клапанов сердца, которое мы обычно имеем при пролапсе, при дегенеративных процессах, при ревматическом повреждении створок клапанов или, например, как последствия инфекционного эндокардита. Чаще всего, конечно, это больные, которые перенесли инфаркт миокарда или имеют систолическую дисунцию левого желудочка иной природы. Как правило, у этих больных значительно увеличено напряжение стенки левого желудочка, что отражается таким лабораторным показателем, как повышение, причем значительное, уровня натриуретического пептида. И при этом, как ни странно, несмотря на упорное течение сердечной недостаточности и высокий уровень BNP и NTIPRO-BNP, снижение фракции выброса может быть весьма умеренным. И, конечно же, наличие функциональной метральной регургитации – это фактор, который в значительной мере снижает функциональный резерв организма у пациентов с сердечной недостаточностью. Показана связь наличия значимой функциональной метральной регургитации с ухудшением прогноза, с увеличением количества госпитализации по поводу декомпенсации сердечной недостаточности. И, конечно, можно сказать, что это крайне неблагоприятный фактор у больных с ХСМ. Ну и принимая во внимание вот эту значимость функциональной метральной регургитации, конечно же, крайне важно нам начать понимать, какие процессы приводят, какие механизмы ведут к ее формированию. И это может стать важным элементом формирования плана лечебной тактики у таких пациентов. В общем и целом считается, что выраженность метральной регургитации даже коррелирует не только с риском летального исхода из госпитализации, но и также отражает эффективность лечения больных с ХСМ. И в большинстве случаев, когда мы имеем банальную, так называемую пропорциональную, а сейчас я еще скажу, что это такое метральную регургитацию, то мы степень ее выраженности можем как бы расценивать как косвенный показатель эффективности нашего лечения хронической сердечной недостаточности. Каковы же основные механизмы формирования функциональной метральной регургитации? Первая и самая частая причина – это формирование метральной регургитации у больных с дилатацией левого желудочка. Это постинфарктное ремоделирование сердца, это больные с дилатационной кардиомиопатией, с постмиокардитическим повреждением сердца. Значительное расширение полости левого желудочка приводит к расширению кольца метрального клапана, соответственно, нарушается смыкание створок, то есть кооптация. Смыкание створок, если оно происходит, то оно происходит гораздо глубже в полости левого желудочка, потому что велики силы натяжения, которые оттягивают створки метрального клапана в полость левого желудочка. И, как правило, такая метральная регургитация является центральной, то есть она располагается посредине струи метральной регургитации полости левого предсердия, если мы рассматриваем ее при цветном доплеровском картировании. Есть еще другие механизмы формирования функциональной метральной регургитации, например, у больных с постинфарктным ремоделированием сердца, но если, например, не произошло значительное расширение полости левого желудочка, а пострадали какие-то определенные сегменты, например, это заднебоковые сегменты стенки левого желудочка, и таким образом нарушается локальная сократимость в области этой стенки, как это показано на средней картинке, и одна из створок, она как бы оттягивается в сторону, нарушается кооптация, вы видите, зона кооптации, она смещается как бы латерально, и в такой ситуации больные могут не иметь значительного снижения фракции выброса левого желудочка, но иметь значительную метральную регургитацию. И, как правило, струя регургитации в этой ситуации направлена эксцентрически. И есть еще один момент, значит, первое, как мы уже сказали, это расширение полости левого желудочка, нарушение локальной сократимости, и еще один важный момент, который тоже будет нам диктовать подходы к лечению, это межжелудочковая диссинхрония. В этом случае регургитация может развиваться, опять же, вне зависимости от объема левого желудочка. Но у пациентов с широким комплексом КРС, с нарушением внутрижелудочковой проводимости, нескоординированное сокращение папиллярных мышц, нарушает смыкание створок метрального клапана, и, опять же, развивается метральная регургитация. Ну, вот здесь вы видите такие термины, как пропорциональная, диспропорциональная метральная регургитация. Конечно, они нуждаются в пояснении, и сейчас я об этом скажу. Что касается определения, в принципе, степени тяжести метральной регургитации, ну, ни один из пороков сердца, я думаю, Михаил Николаевич подтвердит мои слова, в отношении ни одного из пороков нет такого количества методик, которые бы были придуманы. Ну, о чем это говорит? Это как раз говорит о том, что практически ни одна методика не является достаточно надежной. То есть, чем их больше, тем мы точно можем сказать, что проблема оценки тяжести метральной регургитации – это сложная проблема, и здесь нужно подходить с нескольких сторон к этому вопросу. Но если брать чисто их кардиографическую картину, то у нас есть несколько более надежных параметров, которые были отражены в современных рекомендациях. К ним и в коем случае не относится глубина проникновения струи метральной регургитации в полость левого предсердия, хотя изначально может показаться, что это очень легкий способ оценки метральной регургитации. А вот все же какие параметры относятся к специфичным, к более или менее надежным? Это веноконтракты, то есть череда минимальной части сходящегося потока метральной регургитации, это объем регургитации, эффективная площадь отверстия регургитации и кровоток в легочных венах. К сожалению, конечно, мы вот эти два параметра очень редко видим в эхокардиографических заключениях, хотя, когда нам нужна серьезная оценка значимости метральной регургитации, это наиболее надежные параметры, которые и были использованы в исследованиях, которые оценивали эффективность тех или иных вмешательств при функциональной метральной недостаточности. Надо сказать, что те же самые критерии, они могут по своему весу отличаться у больных с первичной и вторичной метральной регургитацией. И с одной стороны, есть некие разночтения в том, что считать тяжелой, умеренно тяжелой метральной регургитацией по тем или иным параметрам, но мы видим, что в статьях, которые идут начиная с 2014 года, есть некое ужесточение критериев тяжести для вторичной метральной регургитации. И связано это главным образом с тем, что именно эти пороговые значения в большей степени показали свою прогностическую значимость у больных с функциональной метральной недостаточностью. Итак, что такое пропорциональность? В принципе, можно провести некую корреляцию при определенной фракции выброса между объемом левого желудочка и эффективной площадью отверстий регургитации. То есть при пропорциональной метральной регургитации она, эта корреляция, должна присутствовать. Есть некая линейная взаимосвязь. Чем у нас больше левый желудочек, тем больше должна быть выраженность метральной регургитации. Ну, в данном случае, как параметр, взята эффективная площадь отверстия регургитации. Все, что соответствует этому взаимодействию, это пропорциональная метральная регургитация. Все, что не соответствует, не такой же большой левый желудочек, но большая метральная недостаточность, это тяжелая и, как правило, диспропорциональная метральная регургитация. Здесь есть некие другие причины для ее формирования, о которых мы чуть раньше сказали, кроме расширения полости левого желудочка. Но есть еще серая зона, в которую мы можем колебаться, в какую сторону отнести ту или иную ситуацию. Ну и какие же вмешательства? Сейчас я сделаю некий небольшой обзор исследований, обзор методик, которые были оценены на предмет влияния на вторичную метральную недостаточность. Ну, первое и самое простое – это лекарственные препараты. Мы хорошо знаем, что такие препараты, как группа препаратов, как ингибитор ангиотензинопревращающего фермента, сортаны, бета-адренобаллокаторы, они, в общем, неплохо себя показали. Как препараты, которые замедляют ремоделирование сердца, а даже иногда и вызывают некоторую степень обратного ремоделирования, у больных с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса левого желудочка. В большей степени, чем сортаны, ингибитор АПФ, положительно себя зарекомендовали бета-адренобаллокаторы. И вот мы видим, конечно, исследований по их применению при сердечной недостаточности было гораздо больше, но вот исследований, где именно в качестве показателей эффективности были именно эхокардиографические параметры оценки выраженности метральной регургитации, их не так уж и много. Ну, вот два из них приведены здесь, и мы видим, что и при умеренной, и даже при тяжелой, но пропорциональной метральной регургитации был получен положительный эффект от применения бета-адренобаллокаторов. Вызывает интерес, конечно, возможность применения препаратов из группы антагонистов-рецепторов ангиотензина и непрелизина, так называемая ARNI, то есть известный нам сакупетрил волосартан, в отношении также возможности влияния на метральную регургитацию. Совсем недавно были опубликованы результаты одного из таких исследований, исследования Prime, в которое было включено чуть больше 100 пациентов, которые были рандомно разделены для применения сакупетрилового сортана или просто волосартана. И обратите внимание, первичной конечной точкой было именно изменение эффективной площади отверстия регургитации. И 51 человек в одной группе, 53 человека в другой группе, они дошли до конца исследования, у них была возможность оценить этот параметр через 12 месяцев. Ну вот мы видим эхокардиографическую картину одного из пациентов исходно, и через 12 месяцев после применения сакупетрилового сортана вы видите, кроме того, что явно изменилось визуально, мы видим, уменьшилась выраженность метральной регургитации, но мы видим, что и, вот здесь может быть не очень хорошо видно, уменьшилась и эффективная площадь отверстия регургитации, и объем регургитации тоже на фоне применения этого препарата. И если брать в общем обследованную группу, то в среднем площадь отверстия регургитации в группе сакупетрилового сортана уменьшилась на 30%, в группе сакупетрилового сортана всего лишь на 9%. И объем регургитации также в 33% в группе сакупетрилового сортана уменьшался, а в группе сакупетрилового сортана всего лишь на 12%. Ну и мы видим, что в группе сакупетрилового сортана была даже некая доля больных около 10%, у которых выраженность метральной регургитации в течение времени наблюдения усилилась, чего нельзя сказать о сакупетриле в сортане, здесь даже увеличилась доля больных, у которых этот показатель улучшился. Ну и, конечно, самое важное, что эти изменения зафиксированы, они коррелировали также и с клинической симптоматикой, с уменьшением, вернее, выраженности симптомов сердечной недостаточности и со снижением уровня интикансового фрагмента натрия уретического пептида. Еще одна методика, очень такая вот стала популярной сегодня, это метод модуляции сердечной сократимости. Очень интересная такая задумка. Она не имеет никакого отношения, конечно, к синхронизации сердечных сокращений. Ее принцип действия этой системы состоит в том, что импульсы со стимулятора наносятся в определенный отдел миокарда левого желудочка в фазу абсолютного рефракторного периода, то есть в тот период, когда они не способны вызвать сокращение сердца. Считается, что в результате этого увеличивается фосфорилирование одного из белков, который влияет, в свою очередь, на активность саркоплазматической кальцевой атефазы, и таким образом со временем увеличивается сократимость не только участков левого желудочка, которые находятся непосредственно вблизи установки электродов, но и через несколько месяцев отмечается увеличение сократимости и других участков миокарда. А, соответственно, здесь также было зафиксировано влияние на выраженность мекторальной регургитации, она уменьшалась. Но в этой ситуации мы можем сказать, что эффект от применения методики модуляции сердечной сократимости, он в чем-то сходен с эффектом от лекарственных препаратов, то есть влияние на обратное ремоделирование сердца приводит к уменьшению объемов левого желудочка и, соответственно, уменьшению выраженности сердечной недостаточности. Устройство вспомогательного кровообращения, может быть, не так часто применяемое у нас методика, но тем не менее мы ее имеем в своем арсенале, выраженность ментральной недостаточности очень быстро уменьшается во условиях декомпрессии левого желудочка. И вот здесь приведено одно из исследований, 63 последовательно поступивших пациента, которых наблюдали через 3-6 месяцев после имплантации устройства HeartMate. Абсолютно драматическое снижение выраженности метральной регургитации было здесь зафиксировано. Ну и, конечно, для кого это может иметь наибольшее значение? Не для тех, кто будет направлен на трансплантацию после имплантации этого устройства, а вероятнее всего для тех, у кого имплантация устройства вспомогательного кровообращения явилась мостиком к выздоровлению, например, у больных, которые переносят острый миокардит. Ресинхронизирующая терапия. Вот это тоже очень такая интересная методика в отношении метральной недостаточности. И главная область, конечно, ее применения – это больные, у которых имеет место десинхрония, то есть несинхронное сокращение тех или иных отделов левого желудочка, что приводит к несинхронному сокращению попилярных мышц и недостаточному закрытию створок метрального клапана. Здесь зафиксированы как немедленные, очень быстро развивающиеся эффекты в отношении метральной недостаточности, так и отдаленные эффекты. Во-первых, конечно, восстановление синхронного сокращения левого желудочка и попилярных мышц приводит к улучшению геометрии и функции метрального клапана и подклапанного аппарата. Эффект специфичен для данного метода. То же самое влечет за собой увеличение фракции выброса левого желудочка и увеличение трансметрального градиента давления, а, соответственно, приводит к большей силе закрытия метрального клапана. Опять же, специфический эффект. Обратное ремоделирование левого желудочка, но вследствие снижения перегрузки из-за большой метральной регургитации, которая, и причем эффект этот проявляется очень-очень быстро, но продолжает проявляться, продолжает усиливаться и в отдаленные сроки, то есть через несколько месяцев после имплантации устройства. Интересно, что временное прекращение работы устройства приводит к немедленному возобновлению метральной регургитации и ухудшению внутрисердечной гемодинамики. И, конечно же, здесь очень важным методом является оптимизация тривентрикулярной задержки для восстановления тривентрикулярной синхронии и возможности своевременной и правильной релаксации, что опять же, релаксация левого желудочка, что опять же приводит к восстановлению адекватного трансметрального градиента давления. Ну, конечно, метод имеет свои ограничения, потому что сюда подходят только больные со значительным расширением комплекса QRS, и желательно, чтобы это были больные все-таки с блокадой левой ножки пучка ГИСа. К сожалению, больные с более узким комплексом не получают пользы от этой терапии. Коронарная ревоскулизизация не показала какого-либо значимого эффекта на выраженность метральной недостаточности, и, к сожалению, идея того, что если мы восстановим кровоснабжение ишемизированных участков миокарда, то это приведет к увеличению локальной сократимости левого желудочка и, соответственно, к уменьшению выраженности метральной регургитации, она, в общем-то, не показала своей эффективности, и, вы видите, нет существенной разницы между выраженностью регургитации до операции и после операции, а если еще присоединить операционный риск, то, конечно, самостоятельная цель – это уменьшение выраженности метральной недостаточности. эта методика не может серьезно рассматриваться. Катетерные методы, методика H2H или край в край, сшивание при помощи специального устройства, створок метрального клапана, и вы видите, как, в общем-то, выраженно уменьшается метральная регургитация при помощи этого устройства. Эта методика исследуется очень активно, но два самых, наверное, таких значимых исследования нам известны, это исследования КОПТ и МАТРА-ФР. Исследование КОПТ более 600 больных, которым применялась эта методика, дало положительный результат в отношении метральной регургитации. Здесь это были больные с тяжелой и диспропорциональной метральной регургитацией, но второе исследование, которое было, конечно, несколько поменьше, чуть более 300 больных, к сожалению, никакого эффекта на ремоделирование, на выраженность метральной регургитации, регургитации в отдаленном периоде, к сожалению, оно не оказало. Вполне возможно, что здесь влияние на это оказала выборка больных. Вы видите здесь разная площадь, эффективная площадь отверстия регургитации, совершенно разные объемы левого желудочка, средние, и мы видим, к сожалению, при очень больших объемах левого желудочка методика транскатетерной пластики метрального клапана, она не является эффективной. Хирургические вмешательства на аппарате метрального клапана, такие как протезирование метрального клапана, протезирование хор, сочетание с метральной аналопластикой, они также могут применяться. Но, опять же, надо не забывать, что мы ведем речь о вторичной метральной регургитации. И, конечно, протезирование метрального клапана оказывает положительный эффект отношения ремоделирования сердца, но увеличивается риск смерти в переоперационном периоде и высока частота рецидивов метральной регургитации. Протезирование ХОРС в сочетании с метральной аналопластикой может быть интересной опцией для таких больных и дает хорошие результаты при умельной метральной регургитации. Однако частота рецидивов метральной регургитации через 2 года, если мы лечим больных с исходной тяжелой метральной недостаточностью, она очень и очень высока. Если суммировать все приведенные методы, мы можем посмотреть, что положительные эффекты от лекарственных препаратов были получены главным образом у больных с умеренной или тяжелой, но обязательно пропорциональной метральной недостаточностью. Модуляция сердечной сократимости при небольшой умеренной метральной регургитации показала себя хорошо. Ресинхронизирующая терапия, наоборот, оказывается более эффективной у больных с тяжелой и беспропорциональной метральной регургитацией, а при тяжелой и пропорциональной, когда очень выраженно растянутливый желудочек, эффекта от этой методики нет. Транскатетерная пластика, опять же, при пропорциональной метральной регургитации не показала какого-либо эффекта. Коронарное шунтирование сопряжено с высокой частотой и остаточной метральной регургитацией. Метральная аналопластика практически не дает никаких результатов, но и протезирование метрального клапана, его все-таки удел – это применение у больных с тяжелой и беспропорциональной метральной регургитацией. Если наложить все вот эти методики на ту картинку, которую мы увидели вначале, которая как бы нам разграничивает больных с пропорциональной, диспропорциональной метральной регургитацией, то мы увидим, здесь наглядно видно, что все-таки транскатетерные методики – это диспропорциональная метральная недостаточность, и сюда же адреноблокаторы тоже могут в ряде случаев применяться. Все остальное – это, конечно, удел больных с пропорциональной метральной недостаточностью. Поэтому в заключении хочется сказать, что когда мы вспоминаем о том, что у нашего больного есть выраженная метральная недостаточность, и, возможно, это очень хорошая мишень для того, чтобы подействовать, для того, чтобы включить еще одно звено патогенеза в нашу схему лечения, здесь нужно хорошо понимать, с какой геометрией левого желудочка мы имеем дело, какова функция, собственно, створок метрального клапана, и в зависимости от этого только правильно подобранная методика, она может нам помочь в лечении таких больных. Спасибо за внимание.